МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виталий, в эфире телепрограмма «Шах и Мат». Меня зовут Тетяна Кондрашевская. Сегодня поговорим про пощадки места похования Александра Поля. В нашей студии украинский блогер Артем Костюк. Витаю вас. Здравствуйте. Артем Костюк – украинский блогер. Професійно занимается вивчением аэрофотозьомки часов Другое святой войны. Был одним из тех, кто визначил ймоверное место похования Александра Поля. Хобби – вивчение истории Дніпра. Еще раз витаю вас, Артемы. Тоже, нещодавно виявлено вирогидное место похования Александра Поля. Завдяки вашей работе. Тоже, расскажите нам, будь ласка, как вообще это произошло. Да, это все произошло в процессе разработки моего проекта под названием «Old Maps DPUA». Смысл проекта в том, что я, изучая аэрофотосъемку Люфтваффе 40-х годов военного времени, привязываю точками координат к современной карте, синхронизирую, и уже зритель может видеть и сравнить, как выглядело то или иное место в тот или иной год. То есть, благодаря этому интерактиву мы сейчас можем увидеть, где на самом деле находился этот самый главный ориентир, по которому мы можем найти место захоронения Александра Поля. Это Лазаревская церковь. То есть, по многим данным, которые еще остались, он похоронен под церковью. То есть, это либо под церковью, под зданием церкви в подвале, либо под стенами церкви. То есть, имея те данные, которые сейчас у нас есть, в принципе, мы с большой вероятностью можем найти захоронение. Вот навіть у Википедии, так, я готовалась до эфира, и увидела, что там написано, что Александр Поль помер в Катернославе, был похованный на Севастопольском кладовищу. Ныне могила Александра Поля втрачена. К сожалению, ее даже потеряли не случайно. Есть подозрение, я даже, наверное, убежден в том, что ее потеряли целенаправленно. То есть, история зачищалась, писалась новая история. И, видимо, той власти в то время эта фигура была, может быть, невыгодна, потому что нужно было показывать новых лидеров и новых героев, скажем так. А фигуру Александра Поля, к сожалению, забыли. И вот через поколение, если посмотреть на нынешнее поколение, к сожалению, далеко не все знают, насколько значимый Александр Поль был для города и сколько он сделал. То есть, конечно же, слышали, улицы называют им, но далеко не все понимают, почему, и кто он такой, и какую роль. Даже то, что ему дали первое звание почесного гражданина Катеринослава. Да, он получил почесного гражданина. Ну и, конечно же, по сути, он сделал наш город таким, как он сейчас. Если бы не Александр Поль, это был бы просто провинциальный город, который был бы без удобства, без канализации, наверное, просто какое-то такое большое село. Ну, вообще, на самом деле, я так, читая, изучая историю города, я понимаю, что не везло очень. Начиная еще с тех времен, когда Потемкин основал город, когда они хотели сделать из Екатеринослава южную столицу, не получилось, не повезло. То есть, потом уже, если брать, например, современное время, нам не повезло, мы не принимали Евро-12, это тоже не дало. То есть, много таких каких-то моментов, которые, да. А вот единственное, когда городу повезло, это вот когда жил и работал у нас в городе Александр Поль. То есть, именно он дал этот толчок, он развил промышленность, он открыл этот Криворожский жизнеродный бассейн и настойчиво, скажем так, чтобы его начали разрабатывать, чтобы у нас в городе строились эти металлургические заводы. То есть, соединил железную дорогу, это важнейшая артерия, которая приносит жизнь в любому городу железная дорога. То есть, он с его, скажем так, идей, это все и воплотилось. Так, очень видатная постать. Очень. А когда вы начали изучать историю родного города, вы много знаете и про Александра Поля також? — Я изучаю не только историю, я изучаю город. То есть, меня многие воспринимают вообще как историка. Ну, чаще всего я, конечно же, работаю со старыми материалами, со старыми фотографиями, теми же аэрофтостинками. То есть, у зрителя, конечно же, появится ассоциация с тем, что я вроде бы как историк. На самом деле, я изучаю город. Я изучаю детали города. И только вот как раз старая аэрофтосъемка, старые фотографии, они могут дать ответы на мои вопросы, которые я сейчас вижу, смотря вокруг. То есть, я, по сути, общаюсь с городом, я его читаю. На самом деле, город общается с любыми из жителей, просто нужно уметь это все считывать. И я стараюсь это все считывать и показывать людям. То есть, я, по сути, не то чтобы историк, я изучаю город, я исследователь города. Ну и, конечно же, мне интересна история. — Скажите, будь ласка, как вы пришли до того, что в аэрофотосъемках дуже багато информации, яка вам нужна, так? И яка нужна местянам, чтобы доследить место? — Ну, еще два года назад вообще аэрофотосъемки города, это были очень редкие, на самом деле, документы. — Где знаходили? — Они находятся сейчас все в США, большинство. Это трофейные снимки, то есть, это немецкая аэрофотосъемка, которая была перемещена, значит, в Америку. И сейчас они в свободном доступе. Единственное, что они платные, на что мне, кстати, очень помогла программа «Культурная столица». То есть, по сути, я этот проект, MAPZP, его запускал. — Так, вы выиграли грант. — Я участвовал в апреле, кажется, месяце или в марте, в прошлом году, весной, год назад. Я участвовал в конкурсе грантов, и мне удалось выиграть грант на запуск этого проекта, то есть, это приобретение аэрофотосъемки. И в большом количестве мы с коллегой по интересам, я его обязательно тоже упомяну, это Сергей Чегвинцев, вот он как раз меня консультировал по подбору аэрофотосъемки. — Это историк? — Он тоже любитель, такое же самое, как и я, просто у него как бы хобби — это военное время, это Вторая мировая, и в том числе аэрофотосъемка. То есть, мы с ним скоперировали свои возможности, я умею делать сайты, скажем так, программировать, и он умеет так, и мы как бы скоперировались. И вот благодаря нашим усилиям нам удалось запустить такой вот серьезный проект, который дает ответы на очень многие вопросы. — Аэрофотосъемка немецкая, вона часів Другої світової війни? — Начиная с... у нас есть снимки, начиная с 6 апреля 41-го года, это за два месяца до войны, то есть еще до военное время, и заканчивая где-то августом 44-го. Ну, опять же, это то, что сейчас у меня есть в наличии, материала еще много-много, у меня появились меценаты, которые помогают с приобретением снимков, то есть они предоставляют для проекта новый материал, и сейчас у нас скоро будет весь город покрыт несколькими слоями Аэрофотосъемки, то есть это будет динамика развития, динамика изменений начиная с 41-го, заканчивая с 44-го, мы будем видеть просто визуально, как менялся город, как он разрушался, как восстанавливался. То есть это все очень интересно. Где вы про это все рассказываете, рассказываете, пишете, расскажите, где можно спостерегать за тем, что вы делаете? Основной канал информации – это мой телеграм-канал, то есть это самый такой удобный, миниатюрный формат, мне очень удобно им пользоваться, но плюс у меня еще есть собственный блог, где я пишу большие развернутые статьи с большим количеством фотографий. Это самый сайт, так? Да, это сайт ArtCastew.com. Дальше, конечно же, у меня страница в Facebook есть где, то есть в каждом источнике у меня есть свое количество подписчиков, которые, в общем-то, получают эту информацию. Ну и СМИ, в принципе, подхватывают все практически мои статьи, все мои заметки и тоже, в общем-то, рассказывают жителям. Спасибо им тоже огромное за это, потому что надо учить людей любить город. Так, сгодно с вами. Это ваша такая добрая миссия, как у нас есть? Да, в этой степени, да. Скажите, будь ласка, когда вы понимали, что могила Полян находится не там, где все думали раньше, вы начали коммуникувать с владой, так? Как, вот, як почалося, так бы, мовити? Да, когда я должен был, значит, участвуя в конкурсе грантов, я должен был предоставить хоть какие-то наброски, хоть какие-то идеи. И как раз вот для тестовых привязок я взял снимок как раз 9 июня 44-го года, как раз место, где находилась Лазаревская церковь, в территории Севастопольского кладбища. Я, значит, сделал тестовую привязку, я показал это мэру, он заинтересовался очень сильно. Потом уже, когда я защищал свой проект с комиссией... Это по завершению? Да, я им тоже показал. То есть я старался это показать как можно больше вот именно людям, историкам верхушки, чтобы они обратили внимание и уже, может быть, как-то действовали. Ну и, конечно же, я показывал это своим подписчикам. Ну и в итоге осенью уже мэр сформировал рабочую группу и благодарю, что меня тоже взяли в эту рабочую группу. В декабре уже сделали... Археологичную рабочую группу, так? Да, в декабре уже на том месте, которое я указал по тем координатам, которые согласны аэрофотосъемке и совмещению, сделали шурфовку, сделали... Немножко вскрыли фундамент, увидели, что он там находится. И вот недавно об этом официально объявили, что действительно это фундамент Лазаревской церкви. То есть была экспертная оценка, и это действительно фундамент, потому что таких массивных строений на кладбище больше не было. И теперь в мае начнутся полноценные раскопки, и мы очень надеемся, что все-таки найдем захоронение поля и все-таки как-то увековечим. И теперь парк будет совершенно по-другому восприниматься. И выглядать, я так думаю. Конечно же, будут подвязывать под реконструкцию. Конечно, это все нужно делать, да. А сколько людей входят в эту археологическую группу? И чей уже план, так бы мовити, работы на траве? Ну, сейчас как раз, где-то в районе 8 человек точно не помню, но сейчас как раз проводятся совещания. Часть людей будет заниматься какими-то археологическими изысканиями, часть людей будет заниматься преподаванием в школе, например. То есть, ну, каким-то образом мы теперь будем жителям города рассказывать и как можно больше рассказывать о поле, кто он такой, чтобы люди понимали, кто это. А вы будете також у своих блогах это описывать, так? Я буду описывать, да. Ну, я, может быть, там, как дизайнер, я, может быть, тоже как какую-то помощь. Ну, то есть, сейчас это все, пока что мы роль не распределили. То есть, у нас сейчас буквально на днях будет совещание в мэрии, и мы будем думать, кто что будет делать, и распределять роль. Можливо, когда вы начали изучать новые аэрофотознёмки, так, которые получили по этому гранту, может, еще что-то интересное такое вы нашли, кроме могилы поля? Интересно очень много. Ну, таких масштабов, конечно, как Лазаревская церковь, но не вспоминаю, но я уверен, что мы что-то еще найдем. Может, расскажете что-то новое? Ну, я лично обращаю внимание на такие детали, когда железную дорогу, например, я очень люблю этот вид транспорта, и мне очень интересно посмотреть, где она раньше в городе проходила. А где она была раньше? Ну, вот, например, на набережной. Я недавно, кстати, публиковал, что вскрыли, значит, случайно газон на набережной и нашли там старую железную дорогу. То есть, на такие вещи, ну, это один из способов общения город таким образом с нами. То есть, мы по таким деталям, по таким вещам можем тоже изучать историю. Не обязательно по книгам читать какие-то, например, работы. То есть, мы реально можем смотреть на город и изучать историю таким вот образом. Например, если в центре роют какую-то канаву, давайте посмотрим на детали, на стенку этой канавы, а там может быть брусчатка, там видно культурный слой, то есть, уже там полметра нарастает. То есть, это тоже история. Она в таком виде тоже проявляется. И это мне интересно, и это я пытаюсь показать и заинтересовать своих читателей. То есть, не книжками, мне самой. Знаете, вот если я буду читать какую-то статью, например, по истории, там, Потемкин что-то там подписал, то есть, я, да, я прочту это все, я пойму, запомню, но я не получу удовольствие от этой информации. Я получаю удовольствие именно от такого интерактива, от своих наблюдений. Можливо, у вас есть какая-то идея, вот, саме створить экскурсию по городу с вашими аэро, с фотознимками, так? Много, много кто предлагал, много кто предлагал, но я и так уже на себя слишком много взял. Может быть, в дальнейшем я это все воплощу. Вот, мне сейчас пока что справиться с этим всем, потому что этот Old Maps, мои проекты, телеграм-канал, и мой сайт, и еще несколько городских проектов, это все вне рабочее, в свободное время, это мое хобби, и я не всегда успеваю все это делать. Поэтому, если, конечно же, у меня появится время, мне это все интересно, и я прям говорю, бывает этим всем. Я буду это воплощать обязательно. Я понимаю, возможно, нужно с владой уже спілкуваться, а еще получать какие-то гранты для того, чтобы реализовывать свои хобби. Мы уже общаемся, да, то есть я и с замом мэра, и с мэром общаемся, то есть у нас как бы свои проекты, и они меня подключают, то есть я их тоже заинтересовал, конечно, это очень радует меня. А какие места у Дніпрі становлять для вас с наибольшей цикавистью? Ну, наверное, те, которые очень сильно изменились. Ну, например, тот же центр, если взять центральную нашу площадь Героя Майдана, то есть там была совершенно другая планировка, и когда сейчас я вижу фотографии этих мест, как выглядели эти торговые ряды, как выглядели эти улицы, и как выглядит это все сейчас, да, это представляет огромный интерес. И я даже иногда делаю интерактивные сравнения, я выбираю те же самые места и фотографирую, ну, из тех же мест, того же ракурса, и потом совмещаю тоже интерактивным таким людям тоже очень нравится. Ну, в принципе, да, мне все места нравятся, которые что-то мне говорят, какими-то деталями. Где вы находите фотографии? Ну, сейчас... Фотографии я так маю на увазе того, яке место было раньше, да? Ну, сейчас у меня... Я уже занимаюсь этим, вот, как мы говорили, там, с 2016 года, и... Ну, вот это достаточно маленький промежуток час. У меня появилось много подписчиков, которые могут там прислать, например, какие-то свои семейные архивы. То есть сейчас в семейных архивах очень много фотографий, которые пылятся, которые могут представить какую-то ценность. А сейчас в том же Фейсбуке там алгоритм так сформировал выдачу новостей мне, что я сейчас практически не пропускаю ничего важного и ценного для себя. То есть Фейсбук мне все это выдает, но мне далеко не вся информация интересна. То есть из всего, что мне там в течение какого-то времени поступает с разных источников, я выбираю единицы и вот только потом транслирую, рассказываю более детально уже зрителям. Ну, уже говорю, я вижу реакцию, людям нравится этот формат, и почему бы нет, почему бы не продолжать, это очень серьезный стимул такой для меня. Ну, конечно, если вы интересуетесь, вы интересно про это рассказываете, что планируете исследовать ближайшим временем, кроме Могилополя? Ну, во-первых, я буду развивать свой проект Old Maps, но сейчас материала столько, что повторюсь, что я не успеваю все это делать. Скорее всего, я буду часть работы делегировать каким-нибудь другим энтузиастам. То есть и таким образом уже несколько человек, если будут работать, то уже будет развитие более такое явное. И я хочу, опять же, подключать другие города, не обязательно Днепр. То есть я уже для теста подключил Никополь тот же. То есть у меня уже есть и Никополь, и никопольчане могут посмотреть, как выродил город. То есть вы имеете карты уже, аэрофотознимки? Да, я говорю, сейчас этот архив, он вскрылся, как, знаете, как ящик Пандоры. То есть эти снимки, их сотни на самом деле. То есть они платные и, в принципе, относительно недорого. 20 долларов стоит один снимок. И люди могут себе позволить, они для собственных коллекций приобретают снимки, могут со мной поделиться, я могу привязать. То есть тут еще понимаете, что сам снимок, он как фотография, то есть он даёт информацию, но если его совместить с современным, вот как это делаю я в проекте Old Maps, синхронизирую, то есть у меня это намного лучше воспринимается. Олдмапс проекты – это ваша разработка? На самом деле аналогов очень много, они все совершенно разные. Вот просто у меня он в таком виде, то есть есть аналог в Запорожье, но у них там как бы своя территория, своя привязка, он совершенно к нам не относится. То есть я по этой аналогии сделал и Днепр, но материал у нас, конечно, намного больше. И он такой более развитый проект, и я ему намного больше внимания уделяю. И я вижу, что им интересуются в основном профессионалы, то есть это историки, это археологи, краеведы. Просто обычному человеку информация, она сложно воспринимается, потому что все-таки картография, она во многом сложная. И это вот больше для профессионального сайта скорее. Я уже потом просто понял по посещаемости, по отзывам, что люди больше интересуют. Для них это сложноватая информация. И они вот, им что-то хочется проще, просто фотографии там, из комодов. Какая реакция вообще историков, так? Вот вы говорите, с вами коммуникауют, очень много пишут. Что пишут? Чи предлагают какие-то проекты вместе, разом втягивать? Ну, так прям не то, чтобы мы прям сильно коммуницируем, вот только в последнее время уже, когда начали проект с поиском захоронения поля. Да, у нас сейчас идет очень плотная коммуникация. А так, в принципе, каждый пишет свои работы. Вот опять же, если брать тот же поиск могилы поля, ну, работали много историков. Еще начиная с 80-х тот же Александр Харлан тоже провел большую работу по этому. То есть все складывали этот пазл, а я уже своими наблюдениями, своими возможностями и знаниями уже сложил эти три последние пазлы, которые и мы уже нашли окончательное место. То есть до этого люди, ну, историки догадывались, что, скорее всего, церковь находится не под курганом, как все это время думали. Но не могли, не могли, не могли доказать. Не хватало им материала, не хватало им этого интерактива, скажем так, этой точности. И когда уже у меня появились снимки с американского архива, то есть я уже это все... И опять же, даже если бы не привязка, кстати, если бы не привязка и синхронизация, как у меня, мы бы, наверное, не помним, ну да, есть, видно этот церковь на снимке. То план, видно, такой же самый. Мы визуально, зрительно не сможем, если не наложив друг на друга карты, мы бы не определили, что церковь находится там всего лишь 20 метров от кургана. Это не так уж много. То есть визуально этого не было видно только при совмещении, только при синхронизации. И очень повезло, что территория церкви была полностью без деревьев. То есть видно очень хорошо была церковь на огромной поляне, кладбище. То есть в 41-м там были заросли, и церковь в упор не было видно, мы бы тоже не нашли. Хорошо, что есть такие снимки, и хорошо, что есть такие возможности, такой интерактив. И у нас вот получилось, повторюсь, благодаря всем. То есть каждый историк работал по-своему, добывал по-своему материал. И в итоге мы все вместе все это собрали. И имеем сейчас столько всего, что реально найти моё поле. Если её не уничтожили в своё время, как уничтожили эту церковь физически, то очень большой шанс. Очень. Это будет очень важным для города. Очень, да. А вообще вы общаетесь и коммуникаете с историческим музеем, с музеем Яворницкого? Или шукаете там какие-то материалы, фотографии или ещё что-то? Если мне нужен какой-то материал, я иду, например, в библиотеку. Но это направлено не то чтобы там… То есть меня знают в музее, я знаю людей в музее. То есть, в принципе, если такая потребность будет, то я думаю, что я найду материал, который мне нужен тут. Опять же, главное время. Так. Я знаю, что вы также имеете окременные проекты. Например, сайт метрополитена, так? То можете еще расскажете про это? Да. Что это? Метро – это тоже город в какой-то степени. Я с детства увлекался железной дорогой, городским транспортом и метрополитеном. И вот как раз в то время, когда я его создавал в 2006 году, у города не было сайта метро. И я подумал, почему бы не создать и не начинать популяризировать метрополитен. И вот в течение 14 лет я это все пытаюсь сделать, потому что как-то так метрополитен немножко выпадает с жизни города. Его так позиционируют как секретным, понимаете. То есть, на самом деле, его нужно открывать для жителей. Там нужно проводить выставки, нужно проводить экскурсии. Нужно коммуницировать метрополитену с пассажиром своим. То есть, услуги, конечно, они качественно предоставляют. Но кроме этого нужно все-таки еще как-то вливаться в общую городскую жизнь, в общий городский ритм. Потому что это неотъемлемая часть города. На самом деле метрополитен, хоть у нас он маленький, он у нас полноценный и существует. Это уже серьезный статус. Это не в каждом городе есть метро. И вот я понимаю это, я даже в какой-то степени горжусь. 14 лет назад Вы створили сайт метрополитену. Это совместная работа с метрополитеном? Я создавал проект сам, полностью его поддерживал сам. Это тоже хобби ваше? Все тоже хобби, да. И так же самое я освещал строительство. Я много раз уже спускался в забой. То есть в течение 14 лет я пытался пробиться в управление. И потихоньку-потихоньку я к ним пробился. И мы уже потом начали сотрудничать. И сейчас уже на договорной основе мы с ними официально работаем. То есть сейчас это официальный сайт. Я сейчас создаю уже буквально через неделю, запускаю свой новый сайт по строительству метро. где я совместно с замом мэра Михаилом Лысенко будем освещать строительство. Потому что сейчас как раз начинается очень серьезное движение. И в ближайший год Вы увидите просто огромный прогресс. Если сравнивать конечно с предыдущими тремя или сколько там два года такими относительно простоями. Но сейчас, ну это были на это причина на самом деле этого простоя. Но сейчас строительство начинается и будет вестись очень большими темпами. И Вы будете это все видеть. Мы это все будем освещать буквально на каждом углу. И главное, что благодаря такому сайту сайт это будет, как бы, как бы, коммуникацией между местами Днепра и владой. Да, вот я и пытаюсь вот через сайт коммуницировать с пассажиром. Хотя сам метрополитен этим почему-то не занимался. А вот я все равно, я пытаюсь организовывать экскурсии. Я пытаюсь это все освещать. Я пытаюсь как-то с жителями оповещать их. Потому что если информации нет, у людей будут появляться домыслы. И они не будут знать, что там происходит. Люди сами выгадают, что нужно. Ну метро-то на самом деле строят под землей, а мы ходим по поверхности. Мы не видим, как оно там строится. Понимаете? И нам нужно это все рассказать, чтобы у людей не было никаких домыслов, не было никаких глупых догадок. И чтобы общественное мнение было правдивым, скажем так. Загодно с Вами. А взагалі, вот Вы сегодня в эфире не раз наголошували на том, что Вы любите электротранспорт, Вы любите залезнодорожный транспорт. Где такая любовь? Когда она появилась? Я не знаю. Я помню, что в детстве я на шахтах в Донецкой области рос. Хотя я сам из Днепра просто так к бабушке ездил. Там были поезда. Я просто был в восторге от того момента, что поезд проезжает. Мы на них катались. То есть я как-то, наверное, возле железной дороги рос. И, наверное, с тех пор мне это все и нравилось. Ну это же такое отдельное хобби. Не то чтобы я разбираюсь в этом всем профессионально, но просто интересуюсь так поверхностно. А че была такая дитячая Мария повязать свою работу сам с электротранспортом? Да, да. Ну немножко с электротранспортом, наверное, нет. Ну с железной дорогой, да. Но немножко по состоянию здоровья у меня не получалось бы. Потому что там были нюансы, но это уже не так важно. Но вы нашли другой вариант, как показать свое життя с городом и транспортом? Да. То есть в принципе хорошо, что у меня хоть какие-то знания есть в плане воплощения проекта в виде сайтов. То есть я хоть не профессионально, но я делаю какие-то наработки. И когда у меня получается, когда я вижу, что людям нравится, ну конечно же это меня стимулирует работать в дальнейшем даже на добровольных началах. Пока что сейчас все таки происходит. Я вам бажаю успеху. Спасибо. И бажаю всего наикращего в роботе очень важливого дела. А я нагадаю, что в нашей студии был украинский блогер Артем Костюк. На все добре. АВТОР ВАШ 9 Редактор субтитров А.Семкин